Недельная глава ЦАФ Служить Творцу, принося эти жертвоприношения Но в нашей главе идет речь о новой жертве Это жертва благодарственная Курбан Тоддар И написано в Талмуде Человек, который серьезно болел и выздоровел Человек, который сидел в тюрьме и вышел Тот, кто прошел пустыню, тот, кто пересек море Они должны принести благодарственную жертву Курбан Тоддар И в чем же суть этой особенной жертвы Жертвы Тоддар И то, что мы выучили из слов Великого Маорали из Праги Суть жертвоприношения Чтобы мы выучили Про полный отказ человека от своего желания Перед желанием Творца И это говорится про нашего братца Ицхак Который отказался полностью от своего желания перед Творцом Как будто пепел его еще находится на жертвеннике Он понял, что невозможно, чтобы мир получал безграничное добро Ведь люди, которые получают бесплатно, получают только подарки Они не ценят этого Это то, что в наших книгах называется «Хлеб стыда» И он понял, что если страх человека перед Творцом, его трепет Это то, что ограничивает его Это то, что дает ему возможность понять, что только один Творец Это настоящая реальность А все желания человека должны быть подчинены этому И это суть жертвоприношений И это суть нашей молитвы, которую установили мудрецы вместо жертвоприношений И это мера суда Творца То, что открыл в этом мире наш братец Ицхак Если Авраам Адьяну это безграничное добро Хесед Мир по Хеседу будет построен Так говорит царь Давид А Ицхак сказал Я полностью отменяю себя Отдаю свою жизнь ради Творца И казалось бы Это высшее проявление суда в мире Именно он просит перед Творцом Дай мне страдания Чтобы я не предстал перед твоим судом Незащищенным И Творец сказал Ты правильно попросил С тебя начнется И ослеп Ицхак на старости лет Но его сын, старший сын, Эсав Казалось бы, он продолжает линию отца Но это называется суд в скверне Потому что Ицхак Это максимальный отказ от себя А Эсав, он говорит Несомненно, нужно отменить Все свои желания перед высшей реальностью Но Творец скрыл свое лицо А кто высшая реальность Это я сам И вот сейчас Мы находимся в особенной ситуации Сказано в Египте Что Творец Говорит Моше Я, а не посланник Я, а не ангел Я и не высший ангел Сараф Пройду по Египту И убью каждого первенца И вот сейчас Весь мир Находится в страхе Перед этой эпидемией Перед короной И этот Творец Взял Руль Взял Его из рук Всех правителей И он правит Но мы можем понять Как погибают Умирают от этой болезни И не евреи И евреи И больше того Даже религиозные евреи Как мы можем это понять И это испытание Сказано перед рассветом Это самое темное время ночи Но как мы можем воспринять это Как мы можем это понять Только отказавшись от своего понимания И зная, что только Творец управляет миром Он, а не ангел Он, а не посланник И если мы примем Его волю Если мы примем, что только Он один Тот, кто сотворил мир Он является царем мира И Ему мы должны отдать корону Это урок этого вируса Который называется короной Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok